Дублон Мы, конечно, люди очень устаревшие, но мы знаем, что, конечно, в вашем мире это недорого стоит, хоть и похоже на золото. Мы знаем, что в вашем мире есть купюры и посерьезнее. Можете сминать их в такие бумажки и кидать сюда, мы это тоже оценим, я серьезно. Злато будет наше. Ну, в общем, жребий кинули. Что там, орел-решка? Орел. И выпал он меньшому бражнику. Но так силен магнит был золота, что с неохотой меньшой ушел. И тотчас же работой оставшиеся жадно занялись и разбирать монеты принялись богатыми богами. И только что меньшой товарищ скрылся, как старший. Старший, вот это я понимаю. Как старший встречью к другу обратился. Щедры. Щедры, новороссийцы. В общем, и только что меньшой товарищ скрылся, как старший встречью к другу обратился. Что-то я устал в женской компании. Ну-ка, друг, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Нормально сядь. Не лить этот клад. Вот этот вот. Представляешь? Теперь должу нас трое. Ну этот ушел, да? А на двоих-то считай почти, что вдвое пришлось бы золото. Так если б я того ощипанного воробья со счета при разделе клада скинул, уже б, братан, меня бы ты покинул? А? Нет. Всем скажет он, типа его мы обобрали и часть его мы взяли. Как мы слова свои потом ему докажем? И ему что ему мы скажем? А ничего не надо говорить. Послушай, что хочу я предложить. Но никому об этом-то ни слова, да? Мамой клянусь, что никого другого до самой смерти я не посвящу. Смотри, измены я ведь не прощу. Теперь, прикинь, ты знаешь, что мы двое сильнее его, не менее чем втрое. Он в жертву нам с самой судьбой намечен. Молод, слаб еще, смешлив, беспечен. Когда вернется, в общем, рассмеши его. Затей дурашливое баловство. Ты, ну, обними его, борясь покрепче. Да придержи на них как можно цепче. И прямо в сердце я ему кинжал воткну тем временем, Чтоб не мешал нам разделить сокровище с тобою. И золото к нам потечет рекою. Они покончить с братом столковались и, сидя возле клада, дождались. А младший братник думал по пути. Эх, одному мне золото найти. И у червонцев красота прельстила. Ну и конфет еще. В них все. Любовь. Любовь, веселье и сила. Кто б на земле счастливей был меня. Он в город шел, товарищи, кляня. А в помыслах был на дороге к аду. И бес ему шепнул, что с клянкой яду он мог бы горю своему помочь. Что сделать это надо в ту же ночь. Пока про золото еще никто не знает. И злодеянию не помешали. И он пошел к аптекарю спросить. Немного яду, чтобы отравить несносных крыс, что скребушат в норе. К тому же там завелся во дворе какой-то хищник, ласка или хорек. Ну вот что-то завелось. Ему аптекарь продал пузырек. Сказав тихонько. Видит Бог, что таки не лгуя. Что этот яд таит в себе такую неслыханную силу. Что его достаточно-таки глоточка одного. И зверь любой тотчас же умигает. Хоть хуса яда таки не замечает. И обуян греховной мыслью сей. К виноторговцу побежал злодей. И у него купил три плоских фляги. В них насадил Кварету и Малаги. Еще там всякой браги. И поскорее обратно побежал. А по дороге яду подмешал. Он в две бутылки. Третью ж про запас. Нетронутую для себя припас. Придется с золотом всю ночь возиться. Вином приятно будет подкрепиться. А дальше нечего рассказ стянуть. Злодею младшему проткнули грудь. Лишь только воротился он обратно. И вот не смыв пролитой крови братней. Попробуем что за вино такое. А подкрепившись землю труп зароем. Старшой сказал и отпил из бутыли. Вино вдвоем они, смеясь, распили. И действовать в желудках начал яд. И все втроем они попали в ад. Уверен я, что даже Авиценна В своем каноне смерти той презренной Страшней и мучительней не описал. Вот и конец. Я все вам рассказал. «Браво!» Субтитры создавал DimaTorzok